Как вы оцениваете послание президента? Положительно. Положительно, поддерживаете полностью? Поддерживаю, конечно. Вы согласны, что межэтническую рознь провоцирует разница в уровне доходов региона? Ну, не только. Я бы не сказал, что только разница. Мне кажется, больше информационная, негативная информационная составляющая, она больше влияет на межэтническую и межнациональную рознь, ежели бы там доходы. Ну и в этом же плане, опять же, неправильная информация о распределении доходов в том числе. Почему мы постоянно говорим про Кавказ? И вся Россия думает, что только кавказские регионы получают дотации или доходы какие-то. А надо распределять и говорить, как все регионы это все получают. И мы, когда это все наблюдаем сами, мы видим, что мы получаем всего лишь мизер от всего, что распределяется по всей Российской Федерации. Это, мне кажется, больше информационной составляющей, ежели там другие вещи. Также президент уделил важное внимание образованию школьников, в частности по национальным вопросам. Какие вот у вас в республике проводятся мероприятия? Ну, у нас, в принципе, проблем по образованию школьников нет, потому что у нас хорошие уроки, занятия проходят и по религиозной тематике, и по национальной культуре и обычаям. Тем более, мы буквально уже два года проводим такие мероприятия, особенно со старшими классами, мероприятия в плане обучения или проведения таких уроков, как изучать историю, культуру, обычаи и уезжать в тех местах, где они будут учиться в последствии, получать высшее образование. То есть у нас проблем особых нет. У нас проблема в наличии учебных заведений. В основном у нас особых проблем нет. А вы не чувствуете противоречия заявлению президента о том, что регионы должны свободно распоряжаться средствами, полученными? От Кавказа, наоборот, требуется четкая документация. Как? Ну, я не думаю, что только Кавказ будет четкой. Документация, они все будут отчитываться, все же свободно распоряжаются. Конечно, счетная палата, контролирующие органы будут проверять, и мы все подотчетны, не только Кавказские регионы, но и все регионы Российской Федерации. Законы же на всех распространяются. Поэтому я здесь не особо вижу, что у нас предвзятые отношения, другим не предвзятые. Одинаково, мы со всеми руководителями субъектов общаемся, везде одинаковые отношения. А за кого будете голосовать на президентских выборах, если не секрет? Ну, лишь у Путина. А как вы поддерживаете инициативу о том, что руководители республик должны выбираться населением? Я положительно поддерживаю, но я опять же скажу, что мы не зря переходили когда-то, чтобы не выбираться, а назначать для губернаторов. Мы же тоже тогда видели, сколько было нарушений закона, сколько было недовольностей, сколько было. Проблем-то было больше, мы просто забыли про те времена. Надо прокрутить назад и увидеть. Были конфликтные ситуации, были, ну, вообще, беспределы, грубо говоря. И тратить средств было больше. Много же средств на это тратили. Посмотрите, какие объемы финансов были затрачены на эти вещи. Поэтому мне кажется, что надо пересмотреть еще раз. Но опять же, будет выборный, значит, выборный. При этом тоже ничего страшного нет. Продолжение следует...